Я задаю пять вопросов, люто подсказываю тебе, просто вытягиваю, чтобы ты все сделал красиво, отвечаешь на них правильно, я тебе холочу бабосу. Где жил старик со своей старухой из сказки Пушкина? Именно страна или возле моря? В избушке? Нет, это не та сказка. Алло, Вафлян, Володь, смотри, у меня вопрос викторина по географии, у меня звонок другу. Скажи, что у него 15 секунд на ответ. У тебя 15 секунд на ответ. У богомолов единственное ухо находится между ног. Брехня или нет? А музыкальные вопросы будут? Сяду я верхом на коня, ты вези по полю меня, по скрайнему полю моему. Макхунга! 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 Я не понимаю, что здесь я делаю. Здравствуйте, девушка, вы участвуйте в нашей рубрике? В чём? В шоу! В шоу! В шоу? Как тебя зовут? Здравствуйте, меня Диана зовут. Диана, давай еще поближе попустанем? Хорошо. У меня есть такая штуковина. Мы четко, да, выглядим? Вообще отлично! Диана, я рассказываю тебе и всем остальным. Так. Меня зовут Джека. Это канал на ютубе Негодяй ТВ. негодяй и здесь я задаю вопросы и плачу за правильные ответы бабосы называется все это вопросы за бабосы отлично классно я придумал название кстати круто хайповая тема я думаю ты махнемся местами недавно я решил что вот это моя типа рабочие кстати а моя как раз право стоим очень даже как дела вообще чё к чему куда ты бежишь после учебы в лесгов то занимаюсь учись на тренера по фигурному катанию на развиваю свой блог как раз по здоровому образу жизни и личностному росту у тебя блог в инстаграме расскажи всей планете как найти тебя пускай эти люди которые нас увидят все узнают про тебя но могу показать блок сейчас секунду космос и считаю что любая мысль ребят она материальна то есть я в декабре еще вырезала картинки маску москвы аир подсов и они уже у меня есть ди . моторе на у меня там есть зарядка сейчас я тебе покажу тайп си или от айфона джетели ты имеешь виду на зарядке зарядка нет зарядка с утра проснулся выпил стакан воды и делаешь упражнение сколько тебе годосов 19 молодец стараясь вот гайд выпустила тоже кого гайд и утром и утро такой необразованный человек ну давай начинаем давай начнем где жил старик со своей старухой и сказки пушкина о именно страна или возле моря вас в избушке на курьих лишь нет это не та сказка есть варианты ответов и так это в избушке в лачушке в шалаше в землянка землянка у какого бога древние греки просили успешного плавания кораблю так у какого бога бога древние греки просили хорошего душевного плавания кораблю у зевса а зевс был отчего богом богом богомолов богомолов зевс был богом богомолов поэтому вряд ли не просили у зевса да вряд ли потом были и другие боги которые отвечали за любовь морковь за водицу из колодца за какие-то другие спецэффекты и у греков был этот кренделечек я по-любому уверен что это брат зевса они все братья были братья сестры полубоги и всякая такая дребедень и этот бог отвечал за водицу водицу и они ему молились он был как дон сказал дон и у меня рифма поиси дону вырвалась все верно слушай на самом деле не зря я наткнулась на себя поняла что нужно историю подглотать целом и вот особенно древний наш кодо древней греции очень интересный и полезно домами пологе она шикарные и уроки наверно не было преподаватель 1 шикарная она преподавала мифологию древней греции именно за точно на древней греции представляешь и так сложилась судьба что я очень редко посещал этот предмет потому что пожалел сутки работаю сутки через трое сутки попадались время на ее занятия на хране я сидел было было дело не 18 лет все что охранял офис брехня или нет нет это такая рубрика то есть брехня или не брехня хорошо чихать с открытыми глазами невозможно чехни или нет давай сообразим чихать с открытыми глазами не вариант то есть если ты чихаешь ты по-любому закрываешь глаза но моргаешь на секунду брехня или нет нет не брехня ну то есть ты можешь на думаю это можно 1 тренировать на самом деле запутала ты меня уже чем-то код как вопрос чихать с открытыми глазами невозможно невозможно нельзя нельзя бихни или нет брехня пусть будет пусть пусть брехня то есть ты считаешь что все-таки я сам выйти из амбаку можно еще раз чихать с открытыми глазами невозможно с открытыми глазами невозможно это правда это брехня но моргаешь все-таки дома давай мы запутались подожди либо ты закрываешь на секунду глаза либо не у тебя открыты пусть закрываю на секунду закрываешь да то есть получается что это не брехня не брехня наконец-то мы выпутались из-за этого 4 вопрос так он такой же из этой же рубрики брехня или нет львы самцы спят до 20 часов в сутки брехня или нет нет не брехня то есть они спят до 20 часов в сутки да а четыре часа что они делают а что делает львица львица что делать смотрит на него на этого но и сволочи они да по жизни а как еще может быть может в определенный период как медведи в ночную спячку уходим не тут каждый день они спят вас еще прият это брех брехня лан все-таки брехня 20 это много дофига думаешь да мы можем позвонить кому-нибудь другу на друга или вешал стоит тут может у него спросил молодой человек а сколько-нибудь спят подожди пускай он подойдет сюда иди сюда и сюда сюда чтобы все видно было ты вообще что там стоишь смотришь на тоже хочу тоже хочется что-то хочешь поучаствовать в чем вопросах за бабоса савиша он знает кто земля туда вы так похожи офигеть вы не брать сестричка да пускай подскажет он тебе поскажи сколько в часов сколько в сутки спят львы не давай ему по-другому вопрос поставил слышал львы а самцы спят до 20 часов в сутки брехня или нет ну чтоб до 20 то есть они могут спать и меньше этот у меня уже вторую съемку терроризируют люди которые просто ездят по тротуару смотри ну до 20 то есть тут нет конкретики он может спать и 10 часов до 20 это максималка то есть тут нет конкретики и вопрос сам некорректно значит да или но значит это не брехня нет значит как ты зовут родион вы спасибо терроризирует и нам очень помог музыка к или молодое хлебало молодых либо хорошо есенина есенина правнышка есенина так стоп ахматова и я должна узнать что это за личность ты должна узнать кто это при этом ты можешь сейчас задавать мне вопросы на которые я могу ответить только да или нет это писательница нет это спортсмен спортсмена на ну да мальчик девушкам то расчетесь просмена ты шаришь да нет картинка погасла она жива еще живехонько живя родненькая моя любименькая ты моя нравится мне она хорошая она баба такая симпатичная она баба и молодая тоже была симпатичная девчулька в телевизоре я ее могу видеть естественно бежишь на два айфоне может увидеть свое в ipad mini лицо очень знакомая правда задавай вопросики так кудесники развлекательные программы ну или где она она ведущая них то них то на и на немецкий не нет я просто говорю что нет на я честно хочу избавиться от рубрики молодой хлебала потому что либо нужно как-то ограничить вопрос например только 10 вопросов было бы тогда а так можно с тобой до вечера давай на время брать тиш засеки нам три минуты пожалуйста отдушите в душу сейчас расцелую осталось две минуты 40 секунд вопрос вопрос так что ты про нее знаешь ничего просто задаешь по какому она канала что если бы я был был бы на том месте я бы спросил русская там американка хотя бы мало что даст правда но она из россии нет из италии нет из франции нет америка до американ дальше спросил бы ну не знаю она там актеру либо не актриса она актриса до американская актриса потом бы спросила но она снималась хотя бы все друзья хотя бы а что это за сериал на населенной горе мая на ранее хочу смотримся не понял детский все входит из я сериал дженнифер дженнифер лопес ноу дженнифер сколько секунд за полторы минуты друзья кто снимался друзьях ну ладно ты не знаешь этот сериал дженнифер а как и еще с ней есть есть фильмы с ней миллион же фильмов с ней ни один не могу сказать какие есть фильмы дженнифер брат я не помню там учета был фильм какой-то интересный где не семьей типа не семья ну типа все не семья когда садовым сэндлером до крутой был фильм не про этот не про другой мы садовым сэндром тоже культа был дженнифер 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 не Славится моя. Шуруй, куда Шуровала. А куда ты Шуровала? Шуровала. Сейчас будет встреча у Алисы из Инстаграма. Девушка, блогер. Очень интересно про духовное развитие. Рекой. Разговаривает с ней. Мне нравится. Интересно общаться. Это классно. Я с ней медитировать начала. А как ты медитируешь? С принятием ко всему относиться просто нужно. Вот я сейчас проиграла. Я это принимаю. Хотя эти деньги были бы мне в моей ситуации не лишними. Я просто... Плакать, плакать. Ты не будешь плакать. Сейчас ты отвернешься и так слезы такая... Сучка. Я вижу себя. Все, я пойду к блогеру. Я тоже проиграла. Ну вот. Прям классная девушка. Сколько у нее? 105 тысяч. Офигеть. И сейчас у тебя встреча с ней, да? Ну да. Ну она симпатулька. Ну ладно, там передашь ей два краба тогда от Джека. Два краба от Джеки. Передам. Ну давай тогда. Пока. Залетай в топку, бро. А давай, типа, чтобы картинка изменилась, мы сменим локацию. Вот так вот. Нормально? Мне кажется, изменилось все глобально. Так ты говоришь, что тебя Родька звать. Он самый. Откуда ты чешешь? Я из метро. Только оттуда. В Мак заходил. Перекусить. Ну ты видел. Как ты кушал в Маке? Ну как я взял еду из Мака. Не видел. Я тут кушал. А, ты поймал тхалу? Да. Ой, я был так увлечен Дианой, что ничего не смотрел. Интересная девочка, интересная. Понравилась тебе? У меня другая ждет. А, у тебя есть деваха? Вы с ней целовались? Да. И обнимались? Да. Приятно было. Сколько тебе лет-то? 21. Как, зачем, да почему-то? Учусь на режиссера. Прикольно. Вот, да. Это где ты? В культуре? В колледже культуры искусства. Здесь, на Гороковой. Офигеть. ПТП, правильно понимаю? ПТПшники, да? Я там на театральном там учился. А, понятненько. С кайфом. Так что ты с путяги с моей. Прикольно. Что, давай? Давай. Замутузим. Вопрос на Амберу Ван. По легенде, братьев Ромула и Рэма... Сложно уже. ...основателей Древнего Рима выкормило кто? Волчица. Все верно. Ты врешь. Я клянусь тебе сердцем Дианы. Хорошо. У меня, кстати, были варианты ответов, но тебе они не пригодились. Итак, брехня или нет? У богомолов единственное ухо находится между ног. Брехня или нет? А музыкальные вопросы будут? Будут. С кайфом. Сейчас я запариваюсь только здесь. Давай еще раз. Представим себе богомола. Я лично могу представить его только благодаря мультику кунг-фу. Панда. Панда. И вот у него между ног есть такое огромное ухо. Нет, это, по-моему, брехня, потому что, по-моему, там на голове, наверное. На голове, наверное, у него. Таким макариком мы не дойдем до музыкального вопроса. Нет, ну это не брехня, там реально ухо у него. Прям там. Да, между ног у богомола есть ухо. Откуда я это знаю, ребята? Google, Яндекс, Википендия, вся эта хрень, все там. Правильно ли доверять источникам из интернета? Да. А что делать? Вопрос номер три. Он также из рубрики «Брехня или нет?» ДНК человека и банана сходны на 90%. Брехня или нет? Что-то валишь меня сегодня. Просуждаем. Есть человек, Родька, режиссер. А есть банан, настоящий банан, который любит кушать обезьяны, мартышки, макаки и я люблю есть банан. Итак, на 90% сходны наши ДНК. Получается, что брехня. Все верно. Но прикол, знаешь, в чем? Что наши ДНК с бананом... Сходны все же на 80%. Нет, я не буду врать, но кажется, на 40% либо на 50%. Или на 60%. Микробиология – это все... Да, это мимо. Это мимо. Мы лились. Елись! Вопрос номер четыре. Какое слово в Древней Руси служило синонимом слова «красота»? Синонимом? Красный, типа краса. Или из-за этого произошло, или нет. Не к этому немного. Подсказка такая будет. Иван Васильевич меняет профессию, смотрел? Да. А, лепота получается. Красота-то какая! Лепота! Я говорю, я сегодня человек – подсказка. Спасибо тебе. Музыкака или холодная... Ой, холодная, молодая хребала? Нет, музыкака, давай. Так, 27 год. Ну, тут, конечно, все у меня не для таких молоденьких колбоев, как ты. Не-не-не, по советской эстраде двигаюсь приятно. Да? Вот если оттуда что-нибудь будет, я попробую кайфануть. И подпеть даже. Поехали! А, я уже не верила, не надеялась, не гадала на любовь. Но что-то ветром с берега мне навеяло, ибо я взыграла кровь. За что, не знаю, опять страдаю, опять мечтаю о тебе, о тебе. За что ты это? Я жду ответа, как лучик света, ты в моей судьбе. Алмаз, алмаз этих бесценных глаз, Как музыка в стиле джаз, В них столько страсти и огня. Алмаз твоих драгоценных глаз, Играй мне его сейчас, Играют соло для меня. Я глаз таких не видела, И не думала, Не гадала о любви. Это ведь что-то не совсем советское, мне кажется. Братан, я не знаю по поводу советского, но когда эта песня пестрила на моем патефоне, Мне было тогда, наверное, лет 7-8. Алиса зовут ту мадам, которая исполняет эту песню. Кроме этой песни, у Алисы я не знаю ни одной другой песни. И чтобы тебе назвать ее фамилию, Тебе нужно назвать только три буквы. И это не слово. Я понял. Ху-кум. Алиса кум. Ладно, я сегодня добрейший человек. Вообще, да. Это была Алиса Мон. Алисочка, I love him. Ну давай, мы в честь того, что у меня сегодня прекрасное настроение. Все-таки, раз у нас пятый вопрос, это музыкак или молодое хлебало, Покажем тебе молодое хлебало. Ну давай. Давай. Тем более мы с тобой с одной путяги. Хотелось, да. Надо все-таки своих товарищей немножко вытягивать. Так, ладно, давай. Русский это? Ты прикалуешься. Давай сразу называй его. Я не понимаю. Ну как можно не понять, кто это? Клянусь, не понимаю пока. Нет. Американец. Ну американец, понимаешь, те люди, которые... У него по-любому есть гражданство американское. Хорошо, актер? Да. Живой сейчас? Да. Снимался в боевиках? Да. В боевиках, да. Ну кто? Посминай на его глаза. А, Сталлоне. Хочу передать всем привет. Своим друзьям, корешам. Своей ципе. Своей ципе это обязательно. Олечка, люблю тебя. Спасибо. Я тут сфармил денежек. Что сделал? Сфармил. Это иностранное слово. И игровой сленг. Сфармил. Да. Передаю привет всем. Привет, привет, привет. Ну все, с кайфом, короче. Всем хорошего настроения. С кайфом, братишка. Давай, все. Дальше. Здорово, пацаны. Здорово. Пообщаемся на скрытую камеру. Давай. Как зовут тебя? Влад. Подойди поближе, пожалуйста. Что там за сивуха у тебя? Энергоз. Энергоз? Да. Ты первая за сегодняшний день? За сегодняшний день первая. Но ты энергично выглядишь. Да? Да. Блин, отлично. Пять вопросов. Отвечаешь на них правильно, плачу тебе бабос. Давай. Подойди поближе, пожалуйста. Скандинавский бог войны. Тор. Пусть будет Тор. Тор, это его сынок. Как его звали-то? Я не вспомню, просто даже не буду пытаться не вспомнить. Марвел же ты по-любому заявил. Да, но я не особо так, на самом деле, фанат. О. О, О. О. Да не О. Вообще не знаю. Не к тиранью Ода. Не, не О. О, ну, кореш знает. Слышишь, скандинавский бог войны. Скандинавский бог войны. Блять. На О. Один. Один. Брехня или нет? Лунатиков будить нельзя. Это брехня или нет? Брехня. Можно. Можно. Можно будить лунатиков. Ты уверен в этом? Мне кажется, да. Правильно. Опять-таки, рубрика. Брехня или нет? Употребление морковки улучшает зрение. Это брехня или нет? Мне кажется, что все-таки брехня. С чего ты взял? Ну, слишком много вот этого. Это как с зеленкой. Зеленку, что же доказали, что она уже? Да брехня. Брехня. Вопрос номер другой. С какой из этих стран Чехия не граничит? Хоть спроси, из каких стран? С Чехией. Чехия не граничит с Чехией. С Германией. С Австрией. С Польшей. С Венгрией. Давай друга зови сюда. Пискай сюда подойдет. У нас новый вопрос по географии тебе. Как зовут тебя? Саша. Санек, с какой из этих стран Чехия не граничит? Германия, Австрия, Польша и Венгрия. Германия. Я даже думаю, что Германия. Есть такая функция звонок другу. Звонок другу? Дашь позвонить? Там у меня телефон отсел. Наушники. По громкой связи лупай сразу. Да? Алло, Вафлян. Володь. Смотри, короче, у меня вопрос викторина. По географии. У меня звонок другу. Скажи, что у него 15 секунд на ответ. У тебя 15 секунд на ответ. Давай. Давай. С какой из этих стран Чехия не граничит? Германия, Австрия, Польша, Венгрия? Чехия не граничит. Чехия с кем не граничит? Германия, Австрия, Польша, Венгрия. Скажем, будет Венгрия. Венгрия? Отключаемся. Ладно, Володь, давай. Ну, чей подсказкой ты воспользуешься? Санька или... Как ты звали, короче, что? Володя. Володька. Ну, если Володя будет неправ, я ему буду это припоминать до конца нашего с ним общения. Оно будет еще долгим, поэтому пусть будет Венгрия. Правильно. Музыкака или молодой охлебал? Музыкака? Музыкака звучит интереснее. Хорошо. Тогда это будет выглядеть так. Я пою песню, а потом какой-то вопрос тебе задается. За окнами дождик плачет. Я выпью за неудачу и станет совсем не важно, что я ошибаюсь дважды. Пусть сегодня ты со мною поиграешь в любовь. Припев. Девочкой своей ты меня назови, а потом обними, а потом обмани, а маленькие часики смеются тик-так. Ни о чем не жалей и люби просто так. Я подпел, я подпел песню. Что, нужно сказать, кто это поет? Да, да. Ну, пусть будет Максим, наверное. Нет? Нет. Мужское имя у нее. Максим? Не-не-не. Не-не-не. Ну, уже круто, что ты подпел. Муж у нее лысый. Да я не знаю их вообще. В пиджаке. Круто. А вон оно! Дерево. Да я не помню, кто это поет. Назови там мужское имя, которое можно еще и женщину обозвать. Женя, Саша, Валера, все. Держи микрофон. Держи микрофон. Передавай всем привет. Передаю всем привет. Володе, Миша, Илюше, Зуйчику, Ярику. Валерии. Валерии, главное Валерии. Вафлян с меня пивас. Сегодня вечером. Все. Как она называется? А, Негодяй ТВ. Негодяй ТВ. Да, я может и видел даже. Ну все, давай. Все. Давай, покида. О, здорово, пацаны. Давайте пообщаемся немножко. Давай, давай, быстренько. Тебе покайфует, я отвечаю. Страшная сигарета. Да мне вообще по барабану. Сишка, не сишка. Здрасте. Здорово, брат. Как зовут тебя? Александра. Саня, у меня Жека. Короче, сейчас у нас такое шоу, называется Вопросы за бабоса. Я задаю пять вопросов. Люто подсказываю тебе. Просто вытягиваю, чтобы ты все сделал красиво. Отвечаешь на них правильно, я тебе холочу бабоса. Да? Как вообще сам? Я из Санкт-Петербурга. Рассказывай себе. Поближе, вратись. Я из Санкт-Петербурга, приезжий из Петергофа, то есть уже достаточно много лет живу в Санкт-Петербурге, мне 22 года, увлекаюсь танцами, вокалом. Тебе не зипковато? Нет, нормально. Достаточно увлекаюсь танцами, вокалом. А что, может, сдэнсим что-нибудь? Станцевать типа? Ну да? Да, я так то! А чё ты дэнсиш на какие Ahita вообще танцы? Ну вообще у меня много стилей, стиль народный и современные и джазовые. А ты где учишься? Я закончил поварской колледж. А поёшь чё? Эстрадно в Ав피 desconок progression, так по тебе не скажешь, да? Поехали, короче говоря. Поехали. Тебе холодно? Нормально, закалённый Древний римский бог, имевший два лица Не парься Подсказки идут сейчас от ведущего А кто ведущий? Вы Как можно назвать еще по-другому жопу? Попу Еще раз Попа По-другому Попу Зад А если не жопу, а вот это вот Анал А по-другому? Анальное отлестие А еще раз Анус Иди сюда, дружечек Анус Анус И как же? Анус звали его Нет, нет А здесь по-другому немножко Он не анус, а другая первая буква Хан Ты кто? Санус Саша А ты, это я? Мы А вы, это кто? А бог-то кто? А если не анус, а ты я? То кто? Так, смотри, давай еще раз Мы берем слово анус Убираем первую букву Нус И втыкаем другую букву А я, это я А ты, это ты Иди сюда Янус Янус Как скромного друга зовут? Саша К сгоям пополам На первый вопрос Вы ответили Браво? Есть такое Автор логотипа Чумпа-чупс Это Сальвадор Дали Брехня это или нет? Это сейчас рубрика Брехня или нет? Нет, не брехня То есть, ты реально думаешь, что Сальвадор... Как это я еще раз рассказал? Сальвадор Сальвадор Ты все знаешь Сальвадор Дали Автор логотипа Чумпанчупс Да? Да, да, да Это истина Итак, продолжаем рубрику Брехня или нет? Бумажный пакет Экологичнее, чем пластиковый Нет, это... Правда это или нет? Нет, он не экологичнее Че я это взял? Так, бумага и стаканчик, да, вы заказали? А? Стаканчик и бумага? Просто бумажные пакеты Типа экологичные Правда или нет? Нет, это не правда Ну-ка, Саня, иди тоже сюда Почему ты тоже так думаешь, что нет? Для расщепления бумажного пакета Нужны специальные... Эээ... Элементы? Я не помню, как Штучки, штучки Штучки-дрючки Штучки-дрючки Все верно, спасибо Мы идем дальше Какой это вопрос? Это был второй вопрос Уже четвертый вопрос Короче, у тебя есть друзья-казахи? Нет, казахи У меня нету ни одного товарища-казаха Но мне кажется, что казахи Прикольные чуваки Ну, не скучные народы Мне почему-то кажется, что они клевые Что они классно понимают юбор Не скучный народ С ними можно Адекватно общаться Мне хочется, если товарищи казаха Вопрос Такой Какого города нет в Казахстане? Шикмкент Караганда Павлодар Павлодар Самарканд Самарканд Ну-ка, первый какой там был? Итак, какого города нет в Казахстане? Шикмкент Караганда Павлодар Самарканд Первый вариант Я тоже думаю, первый Второй, третий Точно И все-таки Оставляем Первый вариант 50 на 50 Второй, третий Точно Итак, я оставляю Павлодар И Самарканд Знаете, Самарканд У меня знакомый с Павлодаром Первый вариант Что первый вариант? Самарканд 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 Да Короче, рассказываю всем У меня выпуск снят уже на другом канале Где я хаваю узбекский плов В узбекском ресторане Плов номер один И там приготовили Самаркандский плов В каждом регионе Узбекистана Есть плов со своим рецептом И Браво Теперь я знаю, что такое Самарканд И ты тоже знаешь Да И все вы знаете, что Самарканд Это город в Узбекистане Все остальное принадлежит Казахам Итак, пятый вопрос И Ибн Музыкака Или молодое хлебало Молодое хлебало Ты уверен в этом? Да Хорошо Я могу тебе говорить Да или нет А ты мне задаешь вопросы У тебя на все это дело Три минуты Да нет Типа да Кто это? Вопросы задавай Это из фильма? Сами, посмотри Типа вы должны его отгадать Так получается? Конечно Отгадайте Я вам даю тысячи рублей Все И мы расходимся А я иду домой Какой-то связан он с вами Со мной? Да Вы его где-то видели? Да В этом городе? Нет Вы с ним знакомы? Нет Он сейчас популярен? Да В какой сфере он популярен? Что? В какой сфере он популярен? Я могу сказать только да или нет Он в сфере музыки популярен? Нет Он блогер? Нет Кинематография? Что? Кинематограф? Нет Участник чего-то Наверное Сейчас Посмотрите повнимательнее на этого засранца Конор Макгрегор? Кто? Конор Кто такой Конор Макрикер? Ну этот как его? Боксер? Поближе вставай Возьми микрофон в руки И привет Я передаю всем огромный привет С вами был Александр Также со мной Друг Саша Пополам И мы вам желаем всего наилучшего Добиться успехов Не промахиваться Не останавливаться Идти вперед И думать сначала Что делаете Давай песню споем какую-нибудь Давай Сядем Коня что ли? Выйду ночью в поле с конем Ночка темно тихо пойдем Мы пойдем с конем По полю вдвоем Мы пойдем с конем По полю вдвоем Сяду я верхом на коня Ты вези по полю меня По бескрайнему полю моему По бескрайнему полю моему До слез чертяга Что творишь? Что творишь? Я истинный певец Потому что я это могу делать Ну все А можно как-то канал ваш узнать? Негодяй ТВ, ребят Негодяй ТВ? Да Спасибо вам огромное Было очень приятно Не за что Все, Саня, пока Саня, давай Спасибо Давайте Ребята, на этой прекрасной ноте Мы заканчиваем это душевное Прекрасное видео Если вы первый раз увидели Эти ролики Обязательно посмотрите Еще сотню роликов Которые есть на этом канале Также я вас всех приглашаю На второй канал Еширяев Где вы увидите Еще один ролик Который я выпустил По-любому Ну я по крайней мере Планирую сделать так Чтобы параллельно с этим роликом Еще и вышел другой ролик На другом канале Я не знаю О чем он будет Но о чем-то он все-таки будет Зайдите тоже туда Подпишитесь И тудым подпишитесь И сюдым подпишитесь Лайки эти Поставьте везде Комментарии Не знаете, что писать Придумайте что-нибудь Напишите что-нибудь Хорошее Мне Ну по традиции Я обычно всегда Прошу чтобы вы Помимо того Что сами придумали Что написать Написали еще Какое-нибудь Коронное слово И это слово Будет Переводим Солк Знаете Городе Машонка До свидания Всегда вас люблю Ценю и уважаю Я Жека Маконка Маконка